Всем привет, на связи Мобильный Оголок. И это видео про то, как я играл в ДР. Какая была у меня первая версия игры, когда я скачивал, когда удалял, ну и всё такое. Надеюсь, будет интересно. А перед началом видео хочу поблагодарить нескольких игроков. Первый игрок, это который вы видите на экране. Я не буду произносить его ник, потому что не смогу произносить его правильно. Он скинул мне 3000 серной кислоты, 50 тысяч стали, 10к свинца, 10к кирпича и 90к угля. Спасибо вам большое за это. Также хочется поблагодарить игрока Валянчик за чёрный противогаз, которого у меня не было. Также хочу поблагодарить игрока Ема455, который вместе с упаковкой моей посылки скинул мне просто 10 из серной кислоты. Ну, с такой помощью, скорее всего, я уже скоро сниму видео по сборке Белаза. Ну, а теперь к теме видео. Играть я начал с 472-й или чуть более поздней версии. Я не помню, с какой я начал, поэтому я зашёл в браузер, скачал 472-ю версию и посмотрел. Она была почти такой же, в которую я первый играл. Но небольшие отличия всё-таки были, поэтому я думаю, что 473-й, 75-й какая-то. Просто после 472-й в браузере уже сразу шла 500-я какая-то версия. Эту игру случайно увидел у одного пацана на школе и решил тоже скачать. И она мне очень понравилась. Она меня очень сильно затянула. И это было, кажется, после 2017 года я в соло-режиме прошёл весь сюжет и собрал танк. Значит, я не весь сюжет, я вот не прошёл до конца дороги домой, потому что надо было собрать вертолёт. Скорее всего, я бы собрал бы его, если бы я знал, что в Тюмени можно менять дизель. Но так я об этом не знал, а дизеля вообще не было, просто удалил игру. Хотя у меня был танк, конечно. Но это ничего не дало, во-первых, потому что я играл не в онлайне, а во-вторых, всё равно у меня не было срегистрировано на Google Play аккаунт. И вот через год я скачиваю снова игру, и у него новая графика. Не та, которая сейчас, а которая была такие, знаете, нарисованные кусты сверху, но уже не такая, как совсем старая карта, а именно уже новая. Но не самая новая, как сейчас. И она мне да очень сильно не понравилась, думаю, что ли у меня какой-то атмосферы не осталось. Но потом через месяца два-три я всё равно снова скачал, и игра мне приглянулась. Но с этого момента я играл только во взломки. Вот. И вот ещё два года я играю во взломки. Немножко играл в онлайне тоже, пытался вне премиум. Ну, ничего интересного в этап не было. Хотя нет, было. Я всё время два или три раза скачивал на ивенте, погибал на ивенте, тратил кучу ресурсов, и удалил нафиг игру. Вот так было. И вот в прошлом году я решил основательно поиграть в онлайне. Скачал взломку, и со взломками нельзя играть в онлайне. Тогда я решил купить всё-таки премиум, купил и не пожалел. В общем, игру, которую сейчас я играю, это уже третья моя игра. В первой игре я достиг где-то 60-го уровня. Начался, кажется, Хэллоуинский ивент. Как, конечно, там всё просрал. Начал новую игру. Новогоднему ивенту у меня был уже 81-й уровень. Я снова там просрал, потому что мои противники с моей железной бронёй были такие же, как у бронебойщика, как я в его видео смотрел, а с остальной бронёй. И это как-то странно. В общем, я два раза умер и удалил снова. И вот уже игра, которую сейчас играю, я начал её в августе и сейчас зашёл до 79-го уровня. Скоро уже, наверное, соберу Беласт, так как вы увидели, что только мне ресурсов накидали. Так что, смотрите видосы. Вот, наверное, и вся моя история, как я играл в ДР. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Оставьте, пожалуйста, для подвижения этого видео комментарий, лайки, ну и подпишитесь на конец. Удачи, пока!